Добрый день, друзья! Давненько я перед вами не показывался в галстучке, а дело в том, что сегодня мы поговорим про место, которое требует определенной дисциплины, определенных правил. Поговорим о школе. Вы знаете, что для меня этот сентябрь впервые является, так скажем, нерабочим. Впервые я за 12 лет не иду в школу, чтобы вести уроки, потому что моя профессия учитель, учитель химии и биологии. В этом видео вы узнаете, почему и как я увольнялся из школы, как давят и издеваются над современными учителями. Но для начала посмотрите вот на эти замечательные кадры. Помните все эти рассказы, разговоры о том, что у нас в школах очень будут следить за состоянием детей, не дай бог коронавирус, дети будут теперь сидеть каждый в своем кабинете, а учителя будут все время бегать, перемещаться по школе. И дети по минимуму будут находиться в коридорах, по минимуму будут контактировать, чтобы, не дай бог, не распространилась коронавирусная инфекция. Как вам эти кадры? Ради проверки температуры они выстроили перед школами по всей стране огромные очереди, где, конечно, если среди детей был носитель или был болеющий ребенок, они уже друг друга перезаражали. Поздравляю чиновники от образования. Вы превзошли себя. Вы сделали просто все первоклассно. Нет никакого лучшего способа, чтобы ухудшить эпидемиологическую ситуацию, чем устроить очереди на входе в школу. Молодцы! И, к огромному моему сожалению, так происходит практически во всех областях, которые касаются образования. Образование у нас в диком загоне. И часто, когда рассуждают о том, что у нас плохое образование, даже не догадываются о том, насколько все на самом деле плохо. И, главное, не говорят о том, а что нужно делать. А часто делать нужно очень простые вещи. Хотя бы не выгонять нормальных учителей. Хотя бы прислушиваться к ним. Хотя бы защищать учителей от некоторых родителей, которые совершенно неадекватные требования предъявляют. Вместо этого на учителей сыпятся все шишки. На самом деле, я долгое время не хотел записывать подобное видео. Во-первых, оно делает из меня и такого мученика, оппозиционера. У нас все оппозиционеры, в кого ни глянь, это все мученики, которые постоянно подвергаются гонениям. Я не хочу вот такой дешевой популярности. Мне она не нужна. Но сейчас, уже больше месяца назад, мои коллеги, учителя из моей же школы попросили о помощи. Потому что они терпеть это не готовы. Им некуда уходить. Вот у меня есть хотя бы YouTube, который позволяет мне зарабатывать. У них нет возможности куда-то уходить. Они решили бороться. Они подают жалобу в прокуратуру. Коллективная жалоба. Мы, учителя, ГБУ, школа такая-то, просим привлечь к дисциплинарной ответственности должностное лицо старшего методиста. Вот знаете, это отдельная песня, что касается должностей. То, что у нас сейчас не школы, а комплексы образовательные. Вот то, что раньше называлось школой, сейчас называется просто корпус. А вот то, что раньше называлось директор, сейчас называется методист. И он нарушает морально-этические нормы из-за создания негативного психологического климата в коллективе за психологическое давление педагогов. Так считают мои коллеги и учителя. Эту жалобу подписало 15 человек. Школа, в которой мы работаем, открылась еще в 1972 году. За время ее существования образовался сильный педагогический коллектив. Существовали профильные направления, инженерное, гуманитарное. Было налажено взаимодействие с университетами. 97% учащихся поступали в вузы, причем больше 70% на бюджетные места. Наша школа каждый год выпускала медалистов, а с введением ЕГЭ появились 100-бальники. Уже на первом этапе реорганизации, еще в 2015 году, путем присоединения к БОУ школы 905 в школе 799, была назначена другая администрация в лице директора Безрукова и заместителя директора Смагиной. Закрыли академические классы, потом лицейские, где работа с МИИ была налажена в течение 20 лет. Тем самым было разрушено сотрудничество с вышеуказанными вузами, что в первую очередь отразилось на детях. И здесь подробно перечисляют, на многих страницах перечисляют, что, собственно, в школе происходит. Старшим методистам Катышевым и Айвазовой организована травля педагогов с целью принуждения их к увольнению за нарушение трудовой дисциплины. Вот что говорит об этом сам Сергей Викторович. Он как раз этим летом пытался пройти аттестацию. Сергей Викторович, добрый день. Вы упомянули о том, что можете влиять на эффективное распределение ресурсов финансовых в организации. Тем не менее, у вас не обеспечен месячный доход ни ниже оптимального значения ни педагогическим работникам, ни непедагогическим работникам. Поясните, где ошибка управленческой команды. Вы же помните, друзья, что у нас вот эти были майские указы, что зарплата учителей и врачей должна быть определенного уровня. В Москве она еще выше должна быть. И, собственно, Сергей Викторович спрашивает, а как так получается, что в вашем образовательном учреждении и педагогические работники, и непедагогические работники получают меньше вот этой нормы? Вот как так получилось-то? Да, мы в этом направлении очень активно работаем. В настоящее время у нас, точнее, у нас был один педагогический работник, который имел заработную плату ниже оптимального значения. Но мы провели с ним необходимые переговоры, в связи с которыми он принял решение не дать большую педагогическую нагрузку и перешел на другую должность. Перевожу на русский язык. Учителя заставили стать педагогом дополнительного образования. Учитель перестал быть учителем. Нет человека, нет проблемы. В связи с этим в настоящее время данный показатель у нас приведен к оптимальному значению. Что касается непедагогических работников, то в настоящее время у нас один непедагогический работник, который получает заработную плату ниже оптимального значения. Мы также сейчас ведем с ним переговоры о том, чтобы расширить его функциональные обязанности и повысить его заработную плату. Мы рассчитываем, приложим все усилия к тому, чтобы к новому учебному году данный показатель привести к оптимальному значению. Вот что написали мне именно по этому поводу коллеги. На самом деле оптимальный уровень финансовых ресурсов под его руководством достигается так. Неугодным педагогам распределяется маленькая нагрузка. Под предлогом нехватки часов, под давлением предлагается перевестись на должность педагога дополнительного образования. Тем самым унижая учителей высшей квалификационной категории, имеющим гранты, медалистов и стобальников ЕГЭ и другие регалии. Тем самым принуждая их к увольнению. За время его руководства уволились более 16 учителей и сотрудников школы. Учителя вынуждены защищать свои права через суд и прокуратуру. На самом-то деле не очень хочется мне все в это погружаться, критиковать коллег, с которыми совсем недавно работал. Но в данной ситуации я на стороне учителей. Подумайте, за прошедший год уволилось 16 учителей из одной только школы. 16. Вот этот наш старший методист работает год. 16 человек уволилось. И на самом деле я бы даже не стал делать этот ролик. Вы знаете, что месяц назад я обещал, что я собираюсь делать этот ролик, но никакой реакции со школы не было. Никто мне не звонил, не просил, не надо, Павел, мы там с ними договоримся. Наоборот, на днях прошел педагогический совет, такой планерка, брифинг они это назвали, когда пришло все руководство и стало поливать грязи учителей, которые посмели подать жалобу в прокуратуру. Какие подлые, какие мерзкие. Нет, у людей есть право защищать свои права и свои интересы. Это законно, это нормально. Это не преступление, это не нарушение. Ну а теперь, что касается, собственно, моей скромной персоны. Год назад на моем канале было уже больше 100 тысяч подписчиков. И я понимал, что, судя по всему, у меня все получается с Ютубом, и мне стоит заниматься им плотнее. К тому же мне предложили работать на Радио Авроры, я помогал им развиваться, создавать Ютуб-канал. Мне предложили там хорошую тоже должность. Но и уходить из школы сразу я не хотел. Поэтому я попросил, давайте уменьшите мне нагрузку, потому что я еще хотел диссертацию дописать. И главное, чтобы с меня сняли организационную нагрузку, потому что, ну, в старых, в обычных терминах я был что-то вроде зауча, который занимается олимпиадами, сотрудничеством с колледжами, сотрудничеством с университетами. В общем, на мне было много работы, кроме уроков. На что мне было сказано, ну, Павел Андреевич, мы, конечно, подумаем, у нас, конечно, незаменимых нету, но что-то мы никого придумать не можем, сказали мне чуть позже. Все-таки на мне оставили и вот эта должность педагога-организатора, на мне оставили уроки, почти 30 часов химии, биологии в разных классах, бегать среди двух корпусов, но это ничего, ничего. Я, в принципе, понял, что реально кандидатур у них нету, поэтому буду работать. Хорошо, проходит сентябрь, первая половина учебного года – это самая такая тяжелая пора в плане организации олимпиад. Вот сентябрь-октябрь – самое такое тяжелое время, когда нужно прям много задерживаться на работе, очень большая нагрузка приходится на этот период. Я работал, работал, и, как мне потом сказали, некоторые родители увидели меня в интернете, а вы знаете, что мои ролики периодически выходят в тренды, то есть их видят не только подписчики, а широкая аудитория. Родители пошли к директору жаловаться, как это так? Он против Путина и учит наших детей, что это вообще такое? Директор, я при этом не присутствовал, но, как мне передали, была такая ситуация, директор в шоке, директор принимает решение. Увольняем его нахрен, хотя подождите, мы же не можем его уволить. И вообще он у нас там на двух должностях, посовместите свой педагог-организатор, еще учителей, химии и биологии, так, так, так. Хорошо, мы можем с него скинуть, что мы можем? Ну вот давайте снимаем с него должности педагога-организатора, то есть то, как раз, что я просил летом, и мне сказали, ну слушай, вариантов нету, остаешься на обеих должностях. Прошло три месяца, и мне говорят, мы в тебе больше не нуждаемся. Это было в начале ноября. Я сказал, окей, я не против, я не против, я даже не знал еще подробности о том, что там произошло, кто пожаловался. И снимают с меня лишнюю нагрузку, замечательно, прекрасно. Что происходит дальше? Мне говорят, Павел, ну давай не в этом месяце, давай в следующем месяце. Короче говоря, только 31 января с меня сняли эту нагрузку. То есть они очень хотели меня уволить, просто не могли придумать, на кого перекинуть мои вот эти обязанности. Окей, ладно, но параллельно с этим на меня еще было другое давление. Впервые за 12 лет работы в школе, то есть я работал при разном руководстве, у нас было одно руководство, пока мы назывались 905-я школа, потом мы присоединились к другой школе, получили другой номер, сейчас вообще третий номер. Впервые за все эти годы на меня написали официальное дисциплинарное взыскание в формате замечания. Если вы получаете первое замечание, потом второе взыскание, а третье это уже увольнение по статье. Таким образом они готовили формальные основания, чтобы от меня избавиться. Но что еще хуже, главное, что страдать от этого, от всей этой возни, начали дети. Потому что для любого ребенка большой стресс это какая-то внеплановая диагностическая проверочная работа. Так вот, на меня, на моих школьников высыпали диагностические проверочные работы. Как вы знаете, суть диагностической работы, собственно название говорит о том, что она позволяет выявить, например, пробелы в знаниях, что нужно повторить, какие темы плохо усвоены. Здесь все понятно. Но даже мне, учителю, я сейчас, готовясь к этому ролику, я вспомнил, что я до сих пор, мне не прислали результаты тех диагностических работ. Мне их не сообщили. Так что на мои классы скидывали диагностические проверочные всякие работы исключительно с целью, чтобы показать, о, у него плохие оценки, значит он плохо учит детей, у нас есть основания его уволить по должностному несоответствию. 12 лет все было хорошо, теперь, опа, плохо. В какой-то момент на нашем канале я снял ролик на тему, что на меня начали давить, что я им устрою разнос, головомойку, буду жаловаться, и вообще вся страна узнает, что в школе происходит, и вообще там мне тоже есть что рассказать. Я, естественно, рассказываю только самое основное, о чем меня попросили коллеги высказать свое мнение об этой вообще ситуации. Конечно, я на их стороне, с учителями должны общаться как с профессионалами, общаться должны уважительно. Ну и в целом после этих моих заявлений как-то стали поменьше на меня давить, вроде как у меня была даже возможность остаться еще в школе поработать, но взвесив все за и против, родителей, которые будут жаловаться, что вот он против Путина, и руководство, которое не шибко-то хотело, чтобы я там оставался, я принял решение, что проще мне уйти, не дожидаясь, пока меня уволят по статье или каким-то другим способом. А вот другие учителя, уже 16, уволились, у кого была возможность, а некоторые не хотят увольняться, и они борются, они пишут жалобу в прокуратуру, сейчас в школу придет прокурорская проверка, ну и бог с ним, бог с ним. Главное, чтобы дети особо от этого не страдали. Я надеюсь, что смена руководства Департамента образования города Москвы позитивно скажется на том, что будет происходить. Я надеюсь, что все-таки руководящие должности в образовании будут занимать педагоги, им начнут обеспечивать карьерные лифты, карьерный рост, а не как это у нас принято, менеджеры, без педагогических каких-то навыков, без педагогического опыта, это должно уйти в прошлое. Спасибо, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите длинные комментарии, спасибо за просмотр, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok